Мы смотрим третий, четвертый Интересно из этой ситуации, что девочка была в футболке Биг Ди Клауд Если что, футболка стоит около 100 тысяч рублей И я не хотел ей дарить ее, вообще ни за что Но я посмотрел на ее глаза и посмотрел, как мы с ней несправедливо поступили Как я ее выгнал, и я говорю, что ты можешь оставить ее себе И повторим момент из первого сезона Я же джентльмен Да, я вроде сделала иксо громче Так, давайте пробердимся Да, друзья, я стрим перезалью Ой, запись-то начала Извините, запись-то не начала Так, смотрим с вами третью, четвертую серию иксо сегодня Хочу две посмотреть Нормально Ученый парень есть? Стоп, что? Серьезно? Сейчас, погодите Куда тебе это? Да, блядь, сейчас здесь Увидел сообщение Мне Степа и Рома сказали, что произошло в Казани Ты уж определись И Никита увидела это сообщение И он зашел в диалог И потом он решил зайти в диалог с Тимом Я просто не знаю Мы с Чаной еще не поговорили Что у вас было с Чаной в Казани? Она мне сказала, что это вопрос будет Она же хотела не говорить А еще там все изменяют друг другу, что ли? Кто такой Никита, да? Я извиняюсь Это мне звонил... Блядь, Борь! Это мне звонил курьер Валберес Я же заказала себе эту Заказала себе худи у этих Ушел Обиделся, блядь Ну не обижайся, зай Ушел этот Ушел Худи пришел у меня, короче Которая в АПШ-а твою Всем привет! Вы находитесь на YouTube-канале О, самая честная Самая нелицемерная Самая нежная Добрая Без комплексов Девушка Кто это? Без комплексов Блядь, а как это в другие места смотреть? Объясните мне, пожалуйста Никак, я не могу Мне нравятся подсъемы жопы Очень мне нравятся подсъемы жопы Вот это прям Надеюсь, всем есть 18 лет Наступает новый день И, конечно же, куда девочки хотят пойти? Конечно же, сделать идеальные фотки на пляже Чтобы закинуть их в свой Instagram Ну, в пиджаке тебе смотрится не очень Может, ты его снимешь? Соглы Слышали? Мне кажется, тебе надо снять пиджаке Тебе смотрится не очень Да, особенно Может... Кринж Ты его снимешь? Да, просто не пиджаке Мне кажется, тебе надо снять пиджаке Потому что это странно На пляже в пиджаке Ты говоришь в кнопике, снимай Так как вы уже знаете все прекрасно Что Эльза мне выкладывает такие откровенные фотографии секси А я в этом деле как бы мастер, шарю Ну, вы знаете, да Подписывайтесь на мой Instagram, кстати Три раза Мы решили с девочками пойти пофоткаться И как-то помочь Эльзе Потому что Эльза Я поняла, что не так Она ударение не туда писала Соглы же, правильно? Она соглы говорит Соглы же, правильно? Похуй Это никогда не сделала Если я сниму, то у меня будут плечи открыты Так получено И что? Потом меня убьют Мне будут писать опять все родственники Это просто плечи? Да Ты даже не сиськи показываешь, а просто плечи? Ну, отличать некоторые Ну, я уже привыкла делать такие фотографии Потому что как раз в этот день Я выложила очень откровенную фотографию в Instagram Это не должны видеть там мои родственники, мои родители Чего, если бы я знала их аккаунты Блин Просто так будет намного лучше Ты же на пляже Просто в печенье ужасно Да Все, Эльза Ты что-то делала за бар? Вы еще раздевать собираетесь? Да Вот, другое дело, намного лучше А ты можешь вот такую пачку дать? Попка была видна Да Зачем вы ей это навязываете? Типа, зачем вы давите на это? Как ей комфортно, так пусть и делают У каждого свои эти Вы можете там, типа, голые сниматься Окей, она не может Ей не хочется Нахуй вы навязываетесь Попробуй Просто попробуй Эльза Ты как девственница Ты как девственница Говорит Просто почему так? Просто я Эльза Нет, я Эльза Что мне писали? Прекрати дурью мать Как только сдохнешь, сразу в ад попадешь Если не изменишь свою жизнь Ты же мусульманка Что ты делаешь с идеей тех Какой кринж, блядь Не знаю, почему мне очень кринжово Потому что им тут всем еле-еле 18 исполнилось Мне, кстати, сказали, что это слизано с Элиты Ну, у Дани Комкова были Вот Фу, чё, не ебалась Это всё слизано с Элитой, оказывается Так что это, видимо, теперь вдохновлялись Элиты А не Ким Курдешлин Уэст Элита вошла в чат В общем, помните, я говорю на собрании о том, что мы будем делать на встрече Ручка, ручка вот эта Все в Сочи Да И, короче, мы подумали и решили сделать в стиле спасателей Малибун А не такие, типа, на пляже Это, конечно, всё круто, но... Погодка, как бы, для спасателей Малибун Будет погода Ура! А это надо быть в пупальниках? Вау Да? Надо быть в пупальниках? Да, ну да Но Я не буду Я не буду Если честно, я обожаю фотосессии Но Стёпа сказал, что это будет немного другого характера фотки Так как я из Казахстана и у меня очень религиозная семья Мне так не разрешают Или папа убьёт Печально Эльза ни в коем случае не похожа на девочку, которая лёгкое поведение Сколько я знаю Эльза, это такая строгая девчонка, которая никого к себе не подпустит Мне кажется, отец это прекрасно понимает Эльза, какой купальник? Мы тебя три года из Казахстана перевозили У меня до сих пор осталось видео проще, где вы специально записывали видео, чтобы меня отпустили родители Здравствуйте Как меня зовут? Бля, бедная девочка Герман, это моя девушка Мариса Бля, а можно посмотреть его где-то? Что за видео? Что там было? Они специально записали видео, показали дом Мы находимся на втором этаже Здесь спокойно может жить Эльза Вообще, все условия для жилья отличные Эльзики, здравствуйте Здравствуйте У нас тут все хорошо У нас мальчики и там Ну, зря они смеются, потому что и тут, в принципе, родители, можно понять Сколько, блядь, этих историй, где продюсеры Ну вот, блядь, не так давно было с этим, с Лимонад Хаусом Где чувак, блядь, приставал просто Взрослый, блядь, мужик Приставал к участникам Так что это, блядь Тут живут только девочки Когда я переезжала в Москву, моя семья думала, что я буду больше за кадром То есть я буду продолжать помогать ребятам Очень интересно Но так получилось, что я начала вести свой тикток И за один месяц я набрала миллион подписчиков Умница Это уже какая-то реклама, какие-то контракты И ты уже не можешь оставаться за кадром Тебе нужно показывать себя Мой папа весьма скептически сначала к этому отнесся Он говорил, а нельзя не показывать себя То есть ты художник, ты рисуешь, показывай только руки Показывай только процесс Показывай свои рисунки, зачем ты показываешь свое лицо Эльза, ты выглядишь неуверенной? Раскрепостись Я не уверена, когда у меня все открыто Какая у тебя не было Вообще ничего не открыто Короче, представь Я голая Здесь же нет твоих родственников Представь, что ты просто своими подругами фоткаешься Как это и есть Представь, что ты не будешь их выкладывать Представь, что ты не будешь это выкладывать Да, давай, давай Вот, Эльза, так делай Давай Что как-то мне даже грустно за нее стало Блять, эти подсъемы Эти подсъемы жопы и титик Это просто пиздец Сразу все становится понятно Сучки, тачки Они лепнут ко мне, будто жвачки Я бегу, бегу, ведь так много фальши Я взлечу и останусь как раньше Деньги, сучки, тачки Они лепнут ко мне, будто жвачки Песня Ты бы хотела заняться с кем-то сексом? Это песня с удалав или от жебуду, да? кого-то и даже что-то я молчу очень гадкая серия типа мне очень я прям искренне как-то за эльзу переживаю ее вот все ну понятно она в шоу там да можно сказать не узнал куда шла но все равно ну типа выводить ее постоянно куты короче блями так прямо за нее очень переживаю мои родители не знаю что я в сочи вам вот это открытие но они смотрят истории типа если им скинуть фото мы это не знаю что сочи жалко что ты не знаешь аккаунта я так делал я тоже не знаю мне кажется мне убил за это фото там нечью у меня тут открытое плечо у меня листья о господи боже хорошая фотка какая мерзкая блять а о господи боже у меня открытое плечо не алиса сказал что если я сделаю фото в таком наряде то сразу же мне позвонят все мои родственники отец родители меня убьют что мне писали прекрати дурю мать как только сдохнешь сразу в ад попадешь если не изменишь свою жизнь ты же мусульманка что ты делаешь с идеей тех чего ты взяла что это вообще твои родственники потому что не писали про моих родителей они писали так ты видишь как тебе пишут за блокой это для космическое слово за блокой это только один человек вот каждый раз ему скидывают скрины и он не пересылает и видно что это самсунга это не мой папа прислал тебя мои скрины мои фото а что в этих а что у меня взгляд типа разбратный что папа пишет когда это скидывает а у меня звонит он не пишет а вот сообщение переслана эльза москве или кустаная это пока знаем только ты и я и если ее уже не закинули там какие-то крупы тататататам она еще снимается собирается снимать видео на youtube я случайно наткнулась на инстаграм и сначала даже не узнала посмотри с какими проститутками она связалась видите она совершеннолетняя я не поняла типа принимала на ислам или нет ой типа нам мусульманка она совершеннолетняя на обеспечивает сама себя она живет отдельно следовательно ну типа и как минимум это отдельная личность она имеет право сама выбирать я не знаю до хуй знает а с другой стороны типа просто этот с другой стороны здесь отчасти могу и понять ее родителей они возможно в такой до агрессивной форме но пытаются типа ее защитить непонятно может быть я как-то с ними поговорить ехать за вот вот так должен начинаться каждый день xo team все шлюхи кстати да и всем доброго дня я не считаю что одежда делают из человека шлюху как минимум просто сегодня мы идем молодец тимур сорокин молодец именно так именно так чаны и ей бабуля говорит о вырядилась лучше бы еще еще бы сильнее делать я считаю неправильно да блять смотри сегодня мужчины в этом в кстати им прям истину глаголят может она решит какая у меня дочь ну возможно ты не хочешь делать эти фотографии но и раз мы обсуждаем эту тему значит она важна для тебя она смотрит на всех девчонок нас конечно мы там можем делать откровенные фотографии конечно я сто процентов уверена что она такая блин я тоже хочу другой точки зрения всегда откровенные фотографии хорошо набирает лайков актив сразу поднимается ну и тоже хочется блин сто тысяч лайков на посте иметь извинить меня а у меня и так есть 100 тысяч лайков на посте а я этот не выкладываю мне необязательно обнажаться я просто пишу под фотографиями очень осмысленный текст хочу вам процитировать хочу процитировать не везде пишу конечно собираемся на хуй двести пятьдесят шесть тысяч просмотров я безграмотная пизда 164 тысячи лайков парик новый до двести четыре тысячи лайков лидит у меня посмешнее были были мне казался чаще почву всякое говно вот я считаю не заслуженно мало здесь лайков все 184 тысяч в общем я в общем слушай я фантазирую так как будто мы заказали гостиницу приезжаем с тобой такое-то все заходим ну в номер все что разновешиваем все раздеваемся ну заказали там шампанское одну там закуску такую чтобы к столику все это сами в общем душ принимаем пошли душ принимать ты знаешь мне особо нравится хочется душу позаниматься сексом в душе потом значит все закончится короче мне полотенцем оборачиваем и мы на кровати мне на руках несешь закусываем и там пьем шимпанское ночи вот блин аноним спасибо же людмила пьет блейзер людмила блюет людмирок людмила габзавров не стрима дает чумная собака срать это дар так что я вам что хочу сказать нет не обязательно быть секси тёлкой женщины извините достаточно просто шутить про говно я вообще instagram свой особо так не было когда я не было в xo когда мне еще не было подписчиков вот и у меня был приват у меня в привате были только мои подружки какие-то там друзья типа самые близкие хорошие я выкладывал туда фотографии всякие такие знаете там покажи нам жопу покажите тядьки давай попрыгай на камеру по поворачивайся ну давай давай вот и потом когда я только пришла в xo мне показала это стёпе и он говорит это же офигенно почему ты не хочешь нахуй от это показалось тебе это просто типа у меня приват приват для подружек и я просто рандомную чоку выкладывать такое на свой основной аккаунт я подумала почему бы и нет вот я выложила на первую фотографию и на тот момент у меня я вам закрываю извините а может быть есть слава богу закрываю а я вижу джинсы приспущены его смотрите приспущены джинсики 85 тысяч лайков мне музыка нравится на фоне такая типа музыка порнографическая заставь ее удалить все фотографии и ролики из интернета и больше не пускай в москву понимаешь что твои родственники просто завидуют тому что ты устраиваешь да не проснулись им было всегда все равно на то где я что я делаю а вот тут вдруг у меня начало получаться им стыль ты выбрала фотку который был в покаде а как подпишешь я бы подписала блин сейчас как бы я подписал эту фотографию не знаю май лайф мой рисун не рядом май лайф май русь чтобы смело вы вы неправильно фотки подписывайте блять какая май лайф май это блять май лайф май срусь тогда уж за русу срусь я подпишу все публиковать давай да давайте давайте выпьем почти прям голые фотки конечно да давайте и стаканы красивые и мы не то чтобы на пляже в челябинске я ну тогда уж это фу пьет смотрите пьет напиток с волосом блять фу волосяной напиток а это твой волос длинный такой ссори алиша ссори это думал с волосами пир заставляем элизу ей это самой нравится да да и просто нужна поддержка а мне сказали что она делала пластическую операцию без комплексов и тогда она раскроется вы забываете что ну и что возьмите ты уже просто возьмите тоже дину сайма на мусульманка ну вот она я не понимаю вообще эльзу просто сколько можно она вечно будет под родительским крылом надо когда-то сбегать и не просто но это тоже неправильно всегда родители родители теперь с 30 лет 40 будет всегда родители чё должна когда-то своя жизнь самостоятельно привет знаете есть такая тема типа ты никому ничего и должен так какие родители 7 должны и ты ничего не должен мне родители ты должны они решили тебя родить к сожалению на тивен стипа религия мусульман не зима ли вообще нет вопросов нет но если сама выбрала если она не а не нравится не знаю я же это все нравится блин мне хочется я его назвать бубой бубы или бублика она такая милая но еще эти черные глазки она как мышонок если она сама хочет ну если честно я очень сильно люблю свои ключицы я очень сильно люблю он это вот мне кажется когда такой открытый верх это так элегантно я сейчас посмотрел на себя в экранчике сижу блять в нежной рубашке я сижу как быдло вот так холодно еще только за этого очистителя осенька ты тут лежишь ты мой котик лежи лежи чё хоть за эту присядку да похуй блять как сижу так сижу так женственно и очень красиво и конечно мне бы хотелось показывать эту красоту и не скрывать ее когда я сидела за завтраком и все начали гнать на эльзу то что вот если ты хочешь делай там забей вообще на мнение родителей забей на родители вообще почему-то должна их сушить мне не очень близко такое мировоззрение в том плане что я родилась достаточно такой традиционный такой азиатской прям семье там где то есть я с прикольно это ты считаешься плохим ребенком невоспитанным по моему потом могу сказать что вот я всегда слушалась родители до тех пор пока не выросла пока мне не исполнилось 18 лет и могу сейчас сказать что я не зря их слушалась а сейчас я понимаю что воспитание родители мне дало очень многое особенно когда я вышла в свет грубо говоря я умею себя вести и когда и то есть моя мама она мне тоже запрещает сниматься там купальниках хотя я это делаю простила сейчас я понимаю что значит норма сняться в купальниках а есть знаете такие есть эстетичные фотки а есть пошлые фотки и я вот не перехожу грань чтобы было такая что плохого в пошлых фотках ну типа не знаю я я ничего не вижу такого и и в эстетичных фотках и в пошлых тоже я ничего такого не вижу пошла это все внушила мне мама и вот мы сидим на завтраке и когда даже джекель и говорит да пофиг забей на родители мне это вообще непонятно вашей считаешь традиции все делать не ребенка я думаю что вы если нормальные родители потому что они позволили ей поехать в москву это уже очень много очень о многом говорит мне непонятна позиция ребят вот эльза если ты хочешь что-то делать делай это если комфортно делать если ты не хочешь что-то делать не делай это все очень просто вот так ты сейчас самосе противно блядь милашка кто сам умный за этим столом чана да я сейчас я реально считаю себя умный ты реально умная что мне кажется что некоторых даже не то что умная она разумная типа вот если мне сказали там типа вот этим всем участникам там по лет восемнадцать девятнадцать двадцать до они размышляют на лет восемнадцать а она прям такая короче как будто повидала много говна в жизни каких-то вопросов и тема которая поднимается она действительно очень мудрая и рассудительная на их всех отвечает и это как реально считаю мы с чана я уже не раз говорил что очень похожи в каких-то моментах и мне она очень импонирует как человек чана ты умница я люблю тебя обожаю я очень много читала книг изучала множество всяких штучек таких типа психологических и научилась разговаривать с людьми беседы с ними беседовать так чтобы они думали что я классная какие прелюди вам нравится бля кстати насчет этого короче у комкова на подкасте что-то короче были этот ну у нас у дает зданием типа был диалог и что-то мы говорили про то что сейчас же хотят вернуть эту казнь казнь типа над педофилами что мы на эту тему рассуждали там ля-ля-ля еще там такой типа он говорит ну вот где есть грань что-то типа вот человек который хочет убивать и человеку которому нравится в сексе короче когда его там пиздят что-то там ля-ля-ля я пытаюсь доказать игры но это разные вещи типа не обязательно если человеку нравится во время секса а когда его бьют или они играют в насильников там или еще или во врачей это значит что он захочет типа убивать в реальной жизни и что-то мы спорим я такая ладно далее хорошо типа мне во время секса нравится когда меня душит типа и вот вся вот эта хуйня я разбирал это с психотерапевтом типа потому что я привыкла там добиваться любви через насилия игры я плохой человек я маньяк он такой нет я такая нахуй я это сказала вообще я такая потом сижу ну похуй ладно ну блять мне нужно было доказать свою точку зрения вот это первый раз когда мне на секунды три стало неловко за себя а потом я такая друзья это нормально такое случается но что блять мне не нравится вот этот войну типа раз тема зашла типа тискаться нежный секс мне не нравится и никогда не нравился вы выход меня нежно называйте друзья ну вот мне не нравится кстати у этого есть разные объяснения есть а что типа многие женщины там или мужчина неважно короче боятся что короче их изнасилуют и они как бы так контролируют этот процесс ну как будто проживают это насилие но у меня больше то что постоянно через насилие добивалась любви ну там мама родители меня пиздили еще что-то вот и вот вот смотрите опять же она она абсолютно адекватно спокойно отвечает на вопрос типа тема секса это нормально все ебутся типа блять ну если вы не в курсе и просто как они вокруг начинают так все папа тянет просто он как бутон долго раскрывается ой что я давай ну говори поцелуй человек почелось кто слева пио блять животные ебаные блять герман ты ебаный маньяк отебись ты от нее уже опять музыку для порно включили пивчик пивчик сразу мне нравится его в этом плане сейчас извините все потому что внушает блять герман куколдыч блять гер герыч и куколдыч начинает фу блять животные господи народ поцелуй Эльза и Евы. Эльза просто человек который никогда ничего страшного не делает такого провокационного и тут она так quedан а давай поцелуемся У меня до этого не было такого особенного опыта с девочками, но в принципе, я думаю, все вы видели сами, все было прекрасно. Я бы не стала именно намеренно целоваться постоянно с девочками, но раз было такое задание, и что лучше, поцеловаться с девочкой или выпить? Лучше поцеловаться с девочкой. Я рада за Эльзу, потому что она как бы решилась на это и сделала первый шаг к тому, чтобы делать все, что она хочет. Я реально хочу, чтобы она была свободной. В общем, я сегодня была максимально счастлива, потому что что? Мы едем делать татуировки. Мы сидим с девочками, и Эльза, 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 ребят, Эльза говорит, а давайте набьем тройные татуировки. Я набила, Даша набила, Эльза набила. И знаете, что мы набили? Я хочу полудон набить. Но Бэнк тоже пила. Да, Бэнк тоже пила. У Эльзы гаинг, у меня баинг, а у Даши холдон, ребята, и... Кринж. Блядь, такие места отвратительные. Просто сотрется, мне кажется, за месяцок. Не, здесь подольше будет. Ну ладно, это их дело. Это гениально, это реально гениально. Там надо писать именно гаинг, баинг. Да, да, именно русскими. Я говорю, русскими. Нет, у тебя... Надо было набить Кринж 1, Кринж 2 и Кринж 3. Эльза, давай! Давай, я реально забью. И Эльза сама захотела сделать себе тоже татуировку. Если что, мы тут ни при чем. Она все сама захотела. Там не пофиг. Если что, вы меня совращаете. Ай, чё ж. Биба и Боба и три долборёба. Я бы сделала себе такую татуировку. То. Я тоже не собиралась видеть тату, когда ехать. Я тоже. Я вообще не думала, что... Я вчера вообще сказала, что я осуждаю татуировки на моём теле. Я тоже. И что в итоге? Я была святым человеком до тех пор, пока не попала. И вы сами видите, как она кайфует от этого всего, от нашей реакции. После этого реалити меня никто не видел. От того, что все окружающие в шоке. От того, что она получает столько внимания. Так это тебе нравится, Зая. Мы-то это знаем. После этого реалити меня никто не видел. От того, что все окружающие в шоке. Вот это её. Это то, что нужно ей. От того, что она получает столько внимания. То, что она кайфует от того, что она бунтарит. Это на самом деле нормально, когда Раиса... Красивая свитерня. Если тебя держат в какой-то запертине, потом ты выпускаешься на волю. Ты всегда хочешь делать всё, что тебе запрещали. Это абсолютно нормально. И очень круто, что она от этого кайфует. И очень круто, что её окружают люди, которые правильно кайфуют. Поэтому ничего страшного, Эльца. Кайфуй. Продолжайте. Я вообще такой человек, что с детства я обожаю быть в центре внимания. Костоят много людей. И когда выделяют именно меня, я просто кайфую от этого момента. Я хочу, чтобы всегда и везде все говорили, Эльза, Эльза... Да, я вот согласна. Пишут, что Эльза просто не прошла перед бунтарством. Я думаю, да, её родители задавили очень сильно. И сейчас, как говорится, я вырвалась на свободу. Но мне кажется, все через это проходят. Просто в разных возрастах. Кто этот... Как отрывается от родителей. Тогда и происходит. У меня это произошло, наверное, в 19-20 лет. Вот так. Когда я начала тоннель седуть. Из-за лучших всех. Я просто очень сильно к этому. У меня он до сих пор как будто продолжается. Привыкла, потому что даже в детстве я всегда лучше всех училась. Я занимала первые места на Олимпиадах. Лучше всех рисовала. Чана, а почему тебя не было первые два дня? Ты же не с нами прилетела. Чана не была с нами первый день. И мне стало так интересно, почему она отсутствовала. Мы с ней очень хорошие друзья. И она мне даже не рассказывает, что там случилось у нее. Она сейчас сидит в столовой в отеле и перекладывается. Ну, просто, наверное, что-то было. Чего? Почему просто? Ты от меня что-то скрываешь? Ну, я тебе поссорилась просто с парнями все. А, с парнями все? Это, случайно, не из-за Тима? Я решила чуть-чуть так издалека под краской... Крыса, 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 крыса пошла. Ну, бля, интересно, что там. ...и спросить про их отношения с Тимом. Нет. А он никак не ревнует, типа... Ну, я бы на месте парня привернула. К кому? Ну, к Тиму. Ну, у них такие, там, искра, буря, безумие всегда в кадре. Мы не из-за Тима поссорились. Почему поссорились? Не просто. Ну, вы поссорились из-за ревности? С чего ты взяла? Ну, я сейчас слышу, я просто спрашиваю. Нет, мы просто поссорились. Как обычная пара ссорится. Ну, есть же, наверное, причина какая-то. Ну, если ты не хочешь говорить, то это окей. Тянут, тянут. Ну, есть же какая-то причина-то, да? Ну, вот как бы. А какая вот? Ну, причина. Ну, ладно, что-то мы наехали на час. Не, я просто думала, подумала. Sorry. Косички жнут. Ну, реально. Извините. Как бы, мне кажется, подписчики сто процентов думают, что у вас что-то с Тимом. Не. Не. Я не планировала набухиваться, но когда я увидела, сколько там стопок шотов, я такая, остановлюсь. Моя остановочка. Абонент. О, Тимом бухая, блядь. Некоторые люди пьяные, просто класс. Я ни с кем не сосалась. Я просто не знаю, мы с Тимом не поговорили. Что у вас было с Чаной в Казани? Она мне сказала, что этот вопрос будет. Господи, как вот убили кого-то. И вот я помню, что мы начали пить. Мы начали петь, танцевать под Моркенштерна. И потом щелчок. Милое дело. Мы снимаем реальность. В реальность все будет. Все, что будет, ты это все увидишь. Мне нечего от себя скрывать. Я не помню, какого-то момента. И у меня уже потом момент, как я разговариваю с парнем. Я не понимаю. Ситуация абсолютно тупая. Он мне просто позвонил и начал говорить, что кто-то ему сказал, что как будто что-то произошло в Казани. Я просто хочу понять. Я хочу понять. Я просто хочу понять. Понять, чтобы сказать, что это неправда, потому что все, что ты сейчас говоришь, я не понимаю, о чем ты, о том, когда это произошло, о том, кто тебе сказал. Я просто понять не имею. А я просто не понимаю, что произошло в Казани, потому что в Казани ничего не произошло. И типа я сейчас сидела с Машей Вилли и рассказывала о том, как... Мы будем смотреть следующую серию. Интересно, блядь. Они по-любому сейчас где-то на этом еще закончат. Опять я сильно люблю, и ты мне звонишь и говоришь об этом. Все. Оказывается... Мне неудобно. ...что он увидел сообщение, как мне один из менеджеров написал сообщение. Мне Степа и Рома сказали, что произошло в Казани. Ты уж определись. И Никита увидел... Что? Тут кто-то... Тим кому-то что-то рассказал. Тут кто-то рассказал еще кому-то. Это все как словно телефон передалось. Вот кое-что. Но все равно типа... Ты не понимаешь. Ты не понимаешь от того, что Тим ничего не мог рассказать, потому что у нас ничего с Тимом не было. Ты не можешь это понять. Что еще раз? Откуда у Никиты это сообщение? У меня ноутбук дома, и Никита что-то смотрел, что-то делал. В ноутбуке, и там просто пришло оповещение из WhatsApp. Это сообщение пришло вчера, и он нажал на это сообщение, потому что... Ну, я бы тоже, если честно, нажала, потому что это очень непонятное что-то. И он зашел в диалог, и потом он решил зайти в диалог с Тимом. В WhatsApp. В смысле, я зашел, типа, и я сразу ноутбук начал смотреть. И что? Как? Я хуел. Я хуел. И что я в итоге на этот день мотаю, ну, типа, я не стал дальше смотреть, что я испугался. У нас с Тимом просто после Казани был диалог в 5 утра, что я извинялась перед ним, и я ему написала, что я не хочу разрушать нашу дружбу. И, наверное, со стороны это все выглядит так, будто у нас что-то было. Я не хочу разрушить нашу дружбу. А у них ничего не было. На самом деле, мне просто было очень стыдно за свое поведение в Казани, потому что я тогда напилась. Я просто, я ничего не учусь. Пятя тоже, господи. Я не знаю, что, блядь, сходи. Что у вас было с Чаной в Казани? Она мне сказала, что это вопрос будет. Она же хотела не говорить про его, нет? Не знаю. Нет, она мне спросила и сказала, что, просто, я глажу, я глажу футболку, это я просто вам раскручу, я глажу футболку, она мне спрашивает, что у нас было с тобой в Казани? Такой, чего? И она мне говорит, вот это, вот это тебя спросят. Я вообще не знаю, почему всплыла тема про Казань и что у нас было с Чаной в Казани. В Казани у нас с Чаной абсолютно ничего не было. И это очень странно. Мы просто были очень сильно пьяны. И я контролировал все, что можно было контролировать, всех. У меня так, к сожалению, я не могу полностью описать ситуацию. Знаете, есть такая, на любой ученик должен быть хотя бы один трезвый человек. Да, у меня тоже самое. И я хоть, сквозь пьяное пространство и сознание пытался контролировать, с Чаной у нас ничего не было. Не знаю, откуда эти информации уделащие и какие там... Пиздёж! Чё-то не верю я ему, не верю. Не верю. Вчера в середине, в конец даже диалога, когда он с Чаном пришёл, куда вы говорили, я боялся, что ты подумаешь, вдруг это типа мы для шоу что-то поручили. Я так и подумала. Нет. Честно, когда мне позвонили. Мне сегодня сказали, говорю, вы что гоните, но я бы такое никогда в жизни не сделала. Когда мне позвонил Никита и начал такое затирать, я такая... Наверное, ему кто-то из команды написал это подобное. Потому что это настолько невероятно. Потому что он мне говорит, мне один человек сказал, что у вас произошло в Казани. А он типа так хотел тебя вывести на чистую воду, да? Да. Тоже не знал же, получается. Да, но всё это выглядело так, как будто это всё спланировано, потому что ничего не было. И я по сей день могу сказать, что я ничего не делала такого, ну, чтобы во мне могли бы усомниться. Типа это бред, это типа гонят полный бред. И человек, который тебе это сказал, я не знаю. Забавная хуйня. Чане я верю, а Тиму нет. Это как? У меня просто башка устала от наушников, от коз, блядь, от всего, нахуй. У меня устала башка. Ой, блядь. Тяжело быть модной, я вам так скажу. Очень тяжело. То это, я считаю, что это просто полнейший пикпол, и всё. Там что-то могла сказать Мэри Сэн, или там Стёпа, или Ром, и серия Чана. То, что произошло в Казани, ты пипец, ты вела себе пипец. И нет никакой конкретики, и это меня загнало в какие-то такие мысли, что как будто я там себя повела очень плохо. И поэтому я сказала, что не хочу урушить нашу дружбу. И я извинялась не только перед Тимом, и перед Машей я тоже извинялась. Я извинилась перед Семи... перед Семи. А для Никиты это выглядело так, что как будто что-то было. И я его понимаю, потому что если бы я увидела подобное, я бы тоже подумала, что что-то было. Но ничего не было. В общем, вся загвоздка. Обидели бедную Бусю. Моя любимая пришла, подпитая Ева. Ева. Ева, стоп, 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 стоп. Не мешает дружбе. Но мы с Тимом целовались 4 раза. Больше. Скорее нечего. А не Тим ко мне приставал. Что? И он говорит, что у меня друг к тебе курить, Тим, не надо. И он такой... Сколько тебе было 4 года назад? Блядь, как я скучно живу, пиздец. И главный в этом городе. И он такой говорит, ладно, не буду. И мы сразу же будут больные, и мы теперь друзья. И как бы... Чего бы я не целалась с Тимом? Как бы... Тим, у меня точно нечегочиков. А еще не что-то... 14? Чего бы я не... Ом... А мы тоже... Это сам! Аааа! Да, води согласное. Хоть попр integrate На вкус, как-то вода... Ева, мне больно. Желуку. Оставь с нее. Оооо, держи. Блять, это съемка. Куда повел ее? Куда повел? Я знаю, как Тим ведет себя с Чаной Я знаю, как Тим ведет со мной И знаю, как Тим ведет себя с Евой И это абсолютно крутые дружеские отношения Против которых я ничего не имею Я только за... Вот топлю за пару Чана Плюс ее парень Мне это безумно нравится Все, не сливал сама Тим, ты бы хотел встречаться с Пилисеном? Это Тима, это Тима Это мой вопрос Они же уже повстречались Тим отвечаю Ты сейчас отвечай Нет, нет, нет На тебе этот вопрос Да, да, то это ты, ты купил А кто писал эти вопросы? Нет, тихо Да, наливайся, что ты купил Нет Не ответил? Да, ответил Борисен такая Так они же уже простречались же Уже же было все У нас с Гуцулом было все Так, письменутка, ладно И будем вторую серию смотреть Субтитры сделал DimaTorzok